Значит, два Авраама. Один Авраам предшественник Иудалеви, другой Авраам в более поздний период творил. И Авраам и Бандаут действительно считаются первым еврейским аристотеликом. А вот относительно Авраама Бархии есть дискуссия по этому поводу, как его лучше квалифицировать. Мы начнем с него и заодно увидим, каким образом вот этот предшественник Рабиеву Иудалеви, неизвестно, повлиял он на Рабиеву Иудалеви, знал ли Рабиев Иудалеви его произведение или нет. У меня лично складывается ощущение, что Авраам Бархии, он в каком-то смысле немножко недооценен в истории еврейской мысли, потому что есть какие-то моменты, которые и с Маймонидом его связывают, и с Рабиеву Иудалеви его связывают. Главная особенность его в том, что он писал, в отличие от всех остальных авторов, о которых мы с вами говорили, он писал на иврите. Частично это объясняется тем, что он жил в христианской Испании уже, хотя на самом деле в XII веке, в общем-то, и в христианской Испании сохранялся арабский язык как разговорный, но латинский, в общем, постепенно становился доминирующим в христианской среде, естественно. Авраам Бархия знал прекрасно арабский язык, и тем не менее он писал на иврите. Ну и не исключено, что он участвовал каким-то образом в переводах некоторых произведений с арабского на латинский в том числе. Такого рода догадки тоже существуют, хотя у нас явных свидетельств этого нет. Авраам Бархия, кроме всего прочего, носил такой титул, Носи его часто называют в некоторых источниках, и, судя по всему, он был в каком-то смысле таким приближенным к властям человеком, ученым своего времени, который, судя по, как вы видите, его сочинениям, я не стал перечислять названия всех его сочинений, но у него есть сочинения по математике, геометрии, в том числе о том, каким образом, так сказать, измерять и метить территории, проводить границы, то есть что-то такое вроде прикладной геометрии. У него есть работы по астрономии, и астрономия у него периодически сливается с астрологией. Есть его переписка с таким Иуда Бен Барзилай относительно того, является ли астрология наукой или нет. Вот Иуда Бен Барзилай скептически к этому относится, а Авраам Бархи как раз защищает астрологию. И его такое большое произведение, которое тоже не дошло до нас целиком, это «Основание разума и башни веры», «Исод от Вуна», это называется, и «Мигдальга и Муна». И это своего рода научная энциклопедия, одна из первых научных энциклопедий, в Еврите точно первая, но одна из первых научных энциклопедий, которые были написаны в Средние века. То есть некоторые авторы, относящиеся к направлению, которое я условно назвал философским, в Средние века создавали подобного рода энциклопедию, то есть попытка каким-то образом выстроить систему наук, что, собственно, и является философией, и как-то ее популяризировать, может быть, ввести в какой-то оборот обучения и так далее. И вот такого рода произведение есть и у Авраама Бархи, которая является первой наявите научной энциклопедии. Ну, и два его произведения, которые очень хорошо известны, достаточно широко распространялись, судя по количеству рукописей, это «Магила Таганегале», «Те игра, такое слово». «Магила» – это свиток, но он называется так, почему? Потому что свиток раскрывают. Вот он называет свое произведение «Свиток открывающего». На русском игра слов пропадает, а на иврите она очевидна. И что он открывает, это как бы тоже отдельный вопрос. Открывает какие-то тайны или открывает сведения о конце времен. Потому что его, как мы увидим, историософия и определение конца времен очень интересовали. Еще одно его произведение называется «Гигайон ганефиш гаацува», что обычно на русский переводится как «медитация печальной души». Ну, про слово «Гигайон» я уже, по-моему, говорил, да, что оно происходит с глагола «лагогод», «геге», «геге» – это звук. И вообще-то «Гигайон» в Писании – это действительно некая медитация, может быть, в общем-то, беззвучной, а «Гигайон» не может быть беззвучным, «Гигайон» звучит. Ну, и это слово, кроме всего прочего, частично, может быть, по недоразумению, стало обозначать на определенном этапе логику. И сегодня в современном, видите, это означает логику. Но здесь речь идет не о логике как раз, а именно вот о звучании, что ли, да, такой медитации – это как бы немножко анахронизм в переводе. Звучание души или то, что душа «гога», то есть, сказывает. Почему эта душа грустная, тоже легко понять, потому что она, на самом деле, находится в тюрьме вот этого мира и мечтает вернуться к своему источнику. Ну, и, собственно говоря, в силу вот того, что я говорил уже, да, о том, что неоплатоники действительно часто пишут произведения о душе, и в том числе потому, что Рамбархия пользуется теорией имманации, его некоторые исследователи, ну, ранние исследователи уж точно, относили как раз к неоплатоникам. Но в последнее время это стали пересматривать, потому что, на самом деле, у него достаточно большое количество концепций или подходов, которые скорее говорят о нем как об аристотелике. То есть, на самом деле, это определенная смесь. Мы видели уже такого рода смесь и у Шлома и Бенгвероля. И вот у Авраама Бархии это тоже просматривается. И мы увидим определенного рода сходства между Бенгверолем, или, по крайней мере, созвучия некоторых мотивов между и Бенгверолем и Авраамом Бархи.